В США сотни детей-мигрантов были переселены в приюты из переполненного пункта на южной границе, сообщает агентство Reuters. По информации издания, они содержались неделями в антисанитарных условиях без достаточного количества еды и воды. Известно, что часть ребятишек перевели в Центр Министерства здравоохранения США, а остальных в палаточный городок Вальпаса, который используется для временного размещения нелегальных иммигрантов. 249 детей были переведены из учреждения в Клинте в приюты, которыми руководит агентство по вопросам беженцев. Они слишком долго находились в пограничных учреждениях, которые не предназначены для ухода за ними. Это прямой результат беспрецедентного числа пребывающих беженцев, заявила пресс-секретарь Министерства здравоохранения и социальных служб США Эвелин Сталфер. Издание отмечает, что на таком переводе настояла группа адвокатов, получивших разрешение ознакомиться с условиями содержания людей на станции пограничной службы в штате Техас. После двух суток пребывания юристы выявили грубые нарушения. Они рассказали, что видели малышей без подгузников, и о них заботились ребята постарше, которые не имели с ними родственных отношений. По их словам, задержанным детям не хватало питания, чистой одежды, зубных щеток и душа, а некоторые спали на бетонном полу. Журналисты напоминают, что американские власти держат детей отдельно от родителей или родственников, которые незаконно пересекли границу Мексики и США. В США состоялся запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX, передает Business Insider. Сверхтяжелая двухступенчатая ракета создана на базе носителя Falcon 9 и снабжена в общей сложности 27 двигателями, что позволяет ей выводить в космос до 64 тонн полезной нагрузки. При этом первую ступень ракеты и боковые ускорители можно использовать повторно, что позволяет существенно сократить стоимость запуска, сообщает издание. Ракета выведет на орбиту груз общим весом 3700 килограммов, который был подготовлен исследовательскими лабораториями Министерства обороны США совместно с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Миссия предусматривает размещение 24 спутников на трех различных орбитах. Издание также отмечает, что на борту находится исследовательская лаборатория ВВС США, предназначенная для изучения условий распространения радиосигналов в атмосфере, а также созданные специалистами НАСА — атомные часы. Помимо этого, на борту Falcon Heavy присутствует прах 152 человек, которые выпустят в открытый космос в металлических капсулах. По данным издания, такая услуга стоит от 5 до 12,5 тысяч долларов. Ее предоставляет компания Celestias Memorial Space Flights. Ученые считают необходимым исключить игру вышибалы из курса занятий по физической культуре. Об этом сообщает немецкий журнал Stern. Исследователи сошлись во мнении, что эта игра подавляет детей и делает их бесчеловечными. Учителя считают, что этот спорт приносит детям удовольствие и готовит школьников к реальной жизни. Но на самом деле ученые услышали много историй от детей, которые позволяют сделать иные выводы. Чаще всего более сильные школьники используют эту игру для того, чтобы унижать более слабых сверстников. В школьные годы немало детей получили настоящие травмы, играя на уроках физкультуры вышибалы. У некоторых детей впоследствии развилась общая неприязнь к любым играм, связанным с мечом, сообщают ученые. Некоторые специалисты даже называют ее легализированным запугиванием. Они советуют преподавателям физкультуры пересмотреть свой учебный план и сделать его более сбалансированным. Например, отказаться от некоторых традиционных игр и включить другие дисциплины, такие как прогулки на свежем воздухе, фитнес, гимнастика или водные виды спорта. Ученые также советуют учителям дать школьникам возможность самостоятельно придумывать игры, в которые они будут с удовольствием играть. При этом о правилах игры дети должны договориться сообща, заключает издание. Во Франции из-за аномальной жары объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает издание Le Monde. На этой неделе по всей стране наступила жара, которой не было с 1947 года, сообщают синоптики агентства Meteo France. В связи с этим власти городов принимают срочные меры, организуют прохладные комнаты для пожилых людей, оснащают дополнительной вентиляцией детские сады и школы, а на улицах городов устанавливают распылители воды. «Наши жители не до конца осознают опасность, которую представляет жара. Меня беспокоятся граждане, которые недооценивают ситуацию и продолжают заниматься спортом на улице или остаются на солнце в течение длительного времени», — заявила министр здравоохранения страны. Она также предложила родителям не отправлять детей в школу на этой неделе, когда в большинстве городов Франции температура поднимется до 40 градусов. Издание напоминает, что в 2003 году из-за жары в стране погибло около 15 тысяч человек. Сейчас администрации городов принимают необходимые меры, чтобы ситуация не повторилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова